Старейший узбекский ресторан в Санкт-Петербурге под названием Навруз открылся в 2003 году, к 300-летию города. Он находится в спальном районе Петербурга, в шаговой доступности от метро. Помещение ресторана просторное. Есть основной зал с отдельными столиками и балкон. Здесь воссоздали атмосферу Средней Азии. Мебель, элементы декора, резьба по дереву, роспись на стенах, текстиль, посуда, роскошные люстры, национальные костюмы и музыкальные инструменты. На мягких диванах цветастые подушки и дорогие ткани. На полах яркие ковры с орнаментами. Весь дизайн, материалы, посуду и текстиль привезли из Узбекистана. Разве что мебель покупали в Петербурге. Все оформляли приглашенные узбекские мастера. Они использовали резной ганч, а также колонны и ширмы, выразенные вручную хивинскими мастерами из дерева карагач, одно из самых прочных в мире, растет в пустыне. В итоге получился истинно узбекский оазис, пропитанный атмосферой этой страны. Можно сказать, интерьер в стиле азиатского дворца. В меню ресторана мы видим национальные блюда. Лагман, плов, манты, шурпа, чучвара, самса, шашлык. Для приготовления используют баранину, говядину и телятину. Кстати, все повара ресторана мужчины из Узбекистана. Но здесь не только узбекская кухня. Есть и блюда русской кухни и европейской. Пока гости ждут свой заказ на уютном диване, их угощают лепешками, восточными сладостями и чаями с чайника, расписанного азиатскими узорами. Гости Навруза – это в основном люди, которые давно знают ресторан и приезжают сюда именно ради него. Есть и местные жители. В округе нет обилия офисов и, соответственно, тех, кто приходит в ближайшее заведение на обед. Поэтому акцент на постоянных клиентов. Многие празднуют здесь личные события – нерождение, свадьбы, корпоративы. Иногда здесь устраивают вечеринки с демонстрацией национальной культуры. Если бизнес процветает, он начинает привлекать и туристов за счет этноколорита. Мало кто знает, что в Санкт-Петербурге есть замечательная гостиница под названием «Шелковый путь». Она очень колоритно оформлена в духе Средней Азии. Находится рядом с рестораном Навруз. Его открыли осенью 2016 года в том же здании по Ленинскому проспекту. Мини-отель «Шелковый путь» оформили в изысканном восточном стиле. Мебель и текстиль, опять-таки, из узбекских материалов. Повсюду среднеазиатские, арабские и персидские мотивы. На стенах мы видим картины с изображением пейзажей и достопримечательности стран, на территории которых проходил Великий Шелковый путь. В отеле все спроектировано по исламским правилам. Расстановка мебели, указатель направления на Мекку, молельные коврики, экземпляры Корана на разных языках. В «Шелковом пути» 23 номера. Сейчас в сезон все заняты. Владельцы делают акцент на соотечественников из разных городов России и европейцев, которым интересна восточная атмосфера. Если у них нет времени и финансов, чтобы поехать в Центральную Азию, здесь они могут увидеть многие вещи оттуда и отведать традиционные блюда. Поэтому важно, чтобы отель нравился прежде всего россиянам. Как много у вас клиентов в течение года, гостей, откуда приезжают? В основном гости приезжают из России или из других регионов России, также Европы очень много, достаточно Германия, у нас очень часто бывает Финляндия есть у нас, недавно буквально очень большая группа была, им все очень понравилось. Вот, примерно так. И из Америки точно так же приезжают гости. Чаще здесь останавливаются те, кто приезжает в Петербург в командировку. За три года появилась масса постоянных клиентов. Все для их удобства. Домашняя обстановка, автостоянка и свой ресторан на первом этаже. Местоположение гостиницы тоже удобное. Хоть и не центр, но метро совсем рядом. На нем можно за полчаса доехать до Эрмитажа. За полчаса на машине и маршрутках можно добраться до живописных пригородов. Петергофа, Павловска и Пушкина. Столько же занимает дорога в аэропорт.